Мы снимем три сюжета. Значит, в первом вы расскажете о том, как возник сад. Ну вот да. Муж вступился, говорит, это было два прутика маленьких. Потому что я вот оставил такую березку, потом очень пожалел. Плохо очень все растет. Ух ты, ух ты, ух ты. Да, ну не самая редкая фамилия. Такая прекрасная фамилия. Ничего, если я вас буду без отчества. Да, конечно, даже хорошо. Стильно молодежно. Да, замечательно. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Наконец-таки в Петербурге настало лето. Потеплело, установилась комфортная погода. И мы поехали смотреть замечательные цветущие сады. Как раз в разгоне яблоневое цветение, цветение рододендронов. И сегодня мы приехали в гости к садоводу и ландшафтному дизайнеру Елене Смирновой. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Андрей. Ну, во-первых, хочется поговорить про ваш сад вообще. Как вы начали, во-первых, благоустраивать сад? Как вы стали садоводом? С чего началась вообще ваша коллекция? Ну, как вы видите, сад у нас достаточно большой. Итак, наш сад состоит из двух частей. Одна часть более старая, ей 13 лет. И концепция в этом саду такая, что я собирала красивые редкие растения. Это, в общем-то, по сути, коллекционный сад. А вторая часть сада очень молодая. Ей всего три года. И в той части сада уже концепция совершенно другая. Я ее пыталась организовать как малоуходный сад. Это значит, что я подбирала растения такие, за которыми легче ухаживать, чем, например, за теми растениями, которые находятся здесь. Но даже если говорить о том, что здесь очень много цветов, и каждому цветку нужно свое, и поэтому это достаточно хлопотливо. А во второй части сада у нас растут хвойные растения, декоративно-лиственные, рододендронные. И фрагментарно, конечно же, розы, без которых совершенно невозможно. У вас вообще сколько соток? У нас получилось 20 соток. Это, конечно, немало. Эта часть сада 12 соток, а вторая часть сада это 8 соток. И была тоже, конечно, проблема объединить так, чтобы это было органично. И поэтому я достаточно долго думала над тем, как соединить все эти композиции, чтобы они были логично выстроены и красиво. У вас этот участок было нечистое ровное поле. У вас до этого здесь жили люди. У вас растут огромные старые яблони. Вы не побоялись оставить большую березу на участке? Когда мы покупали участок, эти березки были маленькими прусиками. Я хотела их выдрать, конечно, но муж заступился, и эти березы мы оставили. А вообще все здесь было заросшее ивником. И поэтому была очень серьезная работа проведена. Она была корчевка, и внутри вот этих всех вот ябников росли уже цветы. Луковичные, даже пионы росли. Поэтому первым делом все эти растения спасли и пересадили так, чтобы они не подверглись выкапыванию. И, естественно, начали ровнять, стали выстраивать композиции уже по подготовленному плану. И сад организовался быстрее, чем построился дом. То есть был на самом деле план? То есть вы действительно взяли бумагу и нарисовали все? Я нарисовала планы, миллиметровки, расположила все цветники, организовала цветники внутри. Сделала полностью схемы. Только по схемам я сразу начала работать над своими цветниками. Интересно, что дом еще только закладывался. И очень смешной был момент, когда я начертила дорожку, ее ограничила веревками, палочками. Пришли строители, а рядом живут родители. Мы в тот момент жили у них, пока здесь все организовывалось. И когда я пришла, то у меня была ровная дорога. Я пришла в ужас и стала говорить о том, что как же так, я вам поставила палочки, я натянула веревочки. Они сказали, вам это очень будет дорого стоить. Конечно, я не могла с этим смириться, поэтому им пришлось переделывать. Так что дорожка такая, как ее задумала. И дорожка извилистая, красивая. Но сейчас я уже мыслю не такими извилистыми линиями. Более лаконичными, наверное. Все меняется в жизни. И человек меняется сам, и его мировоззрение меняется. И то, как он видит красоту и стиль. Поэтому вот эти части немножко отличаются между собой. То есть, в принципе, проходило время, и у вас менялся взгляд. Конечно, да. Становление какое-то происходило. И я цветами занимаюсь и растениями очень долго. И сначала я делала себе, потом делала друзьям, родным, знакомым. И в какое-то время мне уже показалось, что я уже достаточно много знаю. А я работаю в школе. И как раз наступил тот момент, когда мне стало очень тяжело в школе. И захотелось что-то поменять в своей жизни. И я решила уволиться и пошла на курсы ландшафтного дизайнера. И отучившись там год, я поняла, что достаточно много знаю и имею приличный опыт для того, чтобы уже конструировать и создавать сады другим людям. И поэтому я начала уже это делать для заказчиков. И мне не очень большой спектр заказчиков, но одни, которым я делаю, советуют другим. И поэтому люди пользуются как бы моими услугами, им нравится, и это им становится интересно. И сады, которые я создаю, тоже нравятся людям, которые мы создаем. Ну, у вас изначально был системный подход, потому что нечасто люди начинают с того, что чертят планы цветников. Ну, я просто поняла, что без этого совершенно невозможно. Ну, я так понимаю, что вы еще немножечко рисуете. Я рисую, да. Ну, рисовала я так очень-то просто. И только в школе, например, рисовала стен газеты. Я этому не училась совершенно. Ну, какое-то понимание, как держать карандаш у меня, естественно, было. А без того, чтобы нарисовать сад сверху и понять, как расположены цветники, вообще невозможно. И поэтому, в принципе, это мне помогло, наверное, это виденье. И сейчас я развиваюсь и уже рисую в планшете, и это совершенно другой уровень. Рисунки получаются очень интересные и яркие, и понятные для заказчика. Видите, люди же очень у нас такие. Найдут им, и всегда к чему придраться. Понятно? Немножечко, да. Я иногда вот так вот снимаюсь. Расскажите, как у вас живут хвойные? Хвойные живут прекрасно. Ну, у вас есть прям очень большие деревья. Вот эта вот сосна... Ее мне подарили, привезли и подарили. Мы ее посадили. Она, в принципе, самая обычная сосна, но я ее формирую. Вот как вообще растение себя показывает на протяжении многих лет? Не разочаровались ли вы в хвойных? Я немножко разочаровалась в можжевельниках в последние годы. Но это не только я. Потому что они, к сожалению, очень сильно горят сейчас весной. И много каких-то манипуляций приходится делать для этого. И стимулировать, и закрывать, и поливать, и отодвигать снег от них. Но все равно они не выдерживают. И приходится выбирать только те сорта, которые выдерживают. Именно в наших условиях. Может быть, где-то там в Москве и в каких-то других более южных регионах. Они чувствуют себя лучше. Но почему-то вот у нас в Ленинградской области можжевельники показывают себя в этом году. И вот в ближайшие годы очень нехорошо. Но вот в этом году моя любовь как раз это Андорра Компакта. Я ее покупаю много в этом году. И она себя прекрасно показывает. Она не болеет ржавчиной. И форма не очень хорошая. А такие, например, как я любила таморисцеполи очень сажать. В этом году она меня разочаровывает. И в прошлом году тоже разочаровывала. И даже менджулип, очень сильное растение, очень высокий и мощный можжевельник, тоже почему-то начинает обгорать. Это жалко. Ну вот жалко. Менджулип прямо сейчас очень люди спрашивают. Очень жалко и он очень красив. Очень мощный, прекрасные зеленые лапы. И когда они вдруг портятся и приходится вырезать, а потом еще раз вырезать, а потом еще раз. Например, здесь у меня на горке был прекрасный олдголд, который был в диаметре больше двух метров. И в какое-то лето он сгорел наполовину. Мне пришлось сделать из него бонсай. А на следующий год он сгорел полностью. И это было очень плохо. И это было очень жалко, потому что взрослое растение, это надежда, это какая-то цветовая палитра, которую ты видишь и которую хочешь видеть в дальнейшем. Дальше, что я очень люблю. Я, конечно, люблю пихты. Пихты самые разнообразные. И миники, карлики пихты, и пихты взрослые, большие. У них большое разнообразие рассветок, форм. И они, в общем-то, достаточно хорошо себя показывают в нашем климате. И у меня на участке пихты достаточно много. Ну, вот эта вот зима была такая нестандартная, у нас теплая. Вот какую вообще растение? Говорят, английская зима для растений очень хорошо, а не хорошо зиму. Я думаю, что это все не очень хорошо. Наши растения плохо реагируют на такую зиму. Особенно плохо реагируют розы. Роз в моем саду очень много. Много английских роз. И я в этом году очень сильно их обрезала после зимы. Хотя они всегда были накрыты и пропрысканы всем, чем нужно. Но мы где-то раза четыре их обрезали. То есть они чернили, чернили и чернили. Да, они живы, они сейчас восстанавливаются прекрасно. Вот, пожалуйста, вам Динки. Но она была вот такая. Это мускусная роза, очень сильная, мощная. И почти все розы обрезались в этом году достаточно сильно. Туи прекрасно себя чувствуют. Но молодые подгорают сейчас. Очень ржавеют. И вид на какое-то время свой, конечно, теряют. Что еще? Горные сосны чувствуют себя прекрасно. Вот с ними, слава богу, ничего не происходит. Если правильно их формируешь, то они выглядят тоже очень эффектно. И есть и карликовые сорта горных сосен, и достаточно взрослые растения. Вот они как раз себя показали в этом году хорошо. Так, что бы нам еще рассказать-то с вами? Это вы часто смеялись? Нет, а что? Десять минут подумаешь. Нет, ну, может, не выкидываем. Повторение у меня в мать учения. А как вы относитесь к малым архитектурным формам в саду? Ну, мне еще не удавалось устанавливать нигде малые архитектурные формы. Но они должны быть очень уместны и продуманы. Вот это точно. Но у вас на участке, я смотрю, кое-где стоят домики для птичек. Ну, птички, это другая ситуация немножечко. Это просто кормушки, скворечники. Но это немножко концепции с прошлого времени. Ну, мне кажется, что она неплоха, потому что у вас есть... Неплоха, она живая. Да, она живая. И раньше еще стояла мельница. Ну, это какое-то вот уже отношение к кантри это имеет. Да, вот мельницы всякие, вот такие домики. Поэтому вот потихонечку это все ушло. Ну, у вас такие мафы с функционалом получаются. То есть домик для птичек не просто домик. Ну, вот в нем живут птицы. Там сейчас есть птенцы. Несмотря на то, что он низко расположен. Раньше была кошка, которая здесь бродила и которая ловила этих птенцов. Сейчас кошки нет, поэтому птенцы спокойно растут. Какой-то такой наш, мне кажется, русский колорит придает. Птицы это чудесно. То есть это не абстрактные формы, помимо того, что они... Ну, придает какое-то такое впечатление русской дачи все-таки. Это интересно, потому что всегда, когда у ландшафтного дизайнера есть свой сад, с которым он работает постоянно, который тоже не статичный, в котором не просто уход происходит, но и постоянно что-то меняется. В совершенстве нет предела. Да, да. И это плохо, когда человек думает, что у него вот совершенно все в порядке, и ничего не надо изменить. Вот это как раз плохо, я так считаю. И вообще я считаю, что гармония в саду это здорово. Здорово. Потому что это влияет на человека очень сильно. Получается, мы сначала стремимся к малоуходности, а потом все равно в нас возникает какая-то кипучая деятельность, и мы все равно... Человек развивается. И сегодня он хочет одного, завтра он хочет другого, послезавтра третьего. Это нормально. Это нормально. Всегда сад можно дополнить, можно что-то заменить. Это трудно. Да. Но все равно так происходит. Ну, вы вот умудрились гармонично сочетать и такие достаточно академичные, статичные туи из регулярных садов, и пышные такие миксбордеры цветников, где есть и пионы, тоже ленинградские старинные. У вас растет и Сара Бернард, и какие-то новые современные сорта. Да, очень много. И это гибриды, и древовидные пионы. То есть вы, в принципе, не боитесь сочетать? Нет, я не боюсь. Я считаю, что при хорошем подходе, правильном, можно сочетать очень большое количество растений. Елена, но у вас даже в саду есть место для маленького прудика и маленького мостика. Да, у нас есть такое место. Но сначала этот прудик был просто декоративный. Потом мы исполнились мое желание, осуществилась моя идея, и мы завели собаку, прекрасную собаку по имени Ивори. И сейчас Ивори прекрасно купается в этом пруду и получает огромное удовольствие. И мы смотрим на нее и тоже получаем удовольствие. Потому что это прекрасно, когда собака такая добрая, хорошая, ласковая. Ну вот эффект непредсказуемости. Заводился пруд для рыбок, а получился пруд для собаки. Метаморфозы, так бывает. И она, конечно, вытаптывает растения, но что же делать? Елена, ну вот, а у вас живая изгородь есть и стуй. Это все-таки такой небольшой кусочек, который напоминает такие более регулярные классические сады. И все это сочетается одновременно с русским цветником. Вот вам не говорят, что не слишком ли это смело, Елена? Никто мне такого не говорил. Прекрасно. Да, и мне кажется, что они как-то лаконично там стоят и подходят. Ну, многие как-то боятся туй, потому что если туй, то нужно стричь плюшечками, шариками, кеглями. Ну, смарагты нас вручают, их не надо стричь. Они спокойно себе растут, ровненькие и красивые. А не хочется? Никогда не хотели? Не хотели. У нас это очень проблемно стричь. Ты можешь делать какую-то красивую форму, заниматься топиарным искусством, но в какой-то момент раз, произойдет вот такая какая-то нехорошая весна, и растение сгорит, и твой трус. Ну, вообще, вот у вас в основном природные какие-то формы. Да, вот мне так больше нравится. У вас даже хвойные подобраны, некоторые там с двумя макушечками, некоторые с такой лапкой выпирающей, неправильных форм. Вам больше нравятся именно природные формы? Да, наверное, так. То есть, вот эти вот страшные болезни, все подсвистят в шарике, у вас нету? Нет, конечно, нет. Лучше пускай будет естественно. Нет, я, конечно, корректирую. Спасибо, Елена. Нам было очень приятно прогуляться по вашему саду. Надеюсь, что и вам тоже понравилась эта прогулка, и вы услышали для себя что-нибудь новое, интересное. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова